Думаете, вы крутые? Я и слезинки из-за вас больше не прораню. Нет, не слезинки. Ну уж нет. Хватит с меня. В этот раз я подготовилась. Защитная маска против лука на месте. Луковый сок не пройдет. На старт, внимание, марш! Ха! Приветики! Ох, ну и запах! Зачем столько лука? Разве не круто? Ни слезинки? Ох, я едва дышу! Конечно, она мне не поверила. Вот это да! Ты, главное, не расстраивайся. Ого, сладости! От них мне сразу станет легче. Стяну шоколадку, пока мама не видит. Хм, что это ты задумала? Ну уж нет. Слишком много сахара. Мам, да ладно, я есть хочу. Я сказала нет. И я серьезно. Ты совсем распустилась. Хочешь есть? Съешь что-нибудь полезное. Например, овсянку. Боже мой, я опоздаю. Надо проверить макияж. Ладно, хорошего дня. Увидимся. Пока. Ой, мам, косметика. Минуточку. У меня идея. Убираем тени из палетки. И вместо них кладем мармеладных мишек. Отлично. По одному в каждое отделение. Далее фен. Растопим наших мишек. Ого, да. Вот так. Супер. Получилось круто. О, она идет. Возвращаюсь к шоколадке. Боже мой. Я что тебе сказала? Я такая голодная, что готова есть косметику. Ммм, как вкусно. Что ты на это скажешь? О, нет. Мам. Я отлично прошлась по магазинам. Пора взяться за мороженое. И за чипсы с газировкой. Меня ждет отличный полдник. Осталось только включить видео. Божечки. Они такие забавные. Вау. Обожаю эту песню. Так и тянет танцевать. О, из-за нее ничего не видно. Эй. Я тут хотела видео посмотреть. Соло на гитаре. Раз колбас. Нет. Мое мороженое. О, нет. Прости, пожалуйста. Ты все испортила. Минуточку. Кажется, у меня идея. Снимаем крышку. И берем пакетик. Наливаем в него газировку. Вот так. Я наполнила четыре пакетика. А теперь берем палочки. И вставляем в пакетики. Затем закрываем. Они отправляются в морозилку. Вот так. Все готово. Берем за палочку и снимаем пакетик. Отлично. Мороженое из газировки готово. Мне так жаль, что я уронила твое мороженое. Слушай, все в порядке. Вот, держи. Это мне? Правда? Вау. Выглядит аппетитно. Спасибо. Это нечто. Даже лучше обычного мороженого. Добрый вечер, мисс. Спасибо. О, какие безумные цены. У меня нет таких денег. Стакан воды, пожалуйста. Конечно. Быть на мели хуже всего на свете. Но у меня хотя бы есть шоколадка. Ваша вода, мисс. Шоколад? С шоколадом сюда нельзя. Но про косметику он ничего не говорил. Глупый официант. Есть розовая шоколадка? Сначала придется ее растопить. Теперь займемся помадой. Опустошим корпус от помады. И аккуратно зальем туда шоколад. Не слишком много. Когда он застынет, будет как настоящая помада. Пока никто не видит. Откушу кусочек побольше. Официант. Решили пооткраситься, да? Чуть не попалась. Даже у воды тут роскошный вкус. Мое любимое время дня – обед. Двойной сыр, пожалуйста. Ну, может, еще немножко. О, да. И последний шаг – в микроволновку. Хочу, чтобы весь сыр расплавился. У-ху-ху. Вот так. Ага. А вот и мой бутербродик. Что случилось? Оно так и должно выглядеть. Половина сырости – класс хлеба. Вот облом. Что случилось? Авария с бутербродом. Интересно. А ты уже пробовал этот лайфхак? Кладем хлеб на тарелку. И складываем кусок сыра вот так. Кладем его посередине. Теперь вырезаем круг с помощью стакана. Нужно захватить оба кусочка. Достаем круг и вставляем его в тостер. Ммм, как пахнет. Кто хочет маленьких сырных тостов? Класс! И как идеально расплавился сыр. Спасибо за наводку. Ммм, вкуснотища. Ну и неделька была. Мы точно заслужили уютный вечер с пиццей. Хорошо, что заказали большую. Какой классный сыр! Не могу больше терпеть. Начинаем есть. Нарезано очень плохо. Не могу оторвать ни кусочка. Это просто смешно. Кажется, придумала. Так хочется есть. Полизать ее, что ли? Окей, возьмем все в свои руки. Эй! Да он не режет. Надо было заточить. А теперь потянем. Моя пицца! Ааа, только не туда. Такой топпинг мне точно не нужен. Какая гадость. Прямо скажем, на любителя. Нет, это я точно есть не буду. Хм, секундочку. Думаешь о том же, о чем и я? Возьмем консервную банку и отделим от нее крышку. С помощью электродрели сделаем отверстие в центре. Теперь возьмем железную линейку, приложим ее на уровне отверстия и закрепим при помощи винта. Используем пальцы, чтобы хорошенько его завинтить. Затем возьмем гайку и закрутим ее на винте покрепче. Отлично! Вот и все. Получился резак для пиццы. Куски выходят такие аккуратные. Лучше, чем в пиццерии. Скорее, а то остынет. Пахнет безумно вкусно. Не зря старались. Уж это точно. Да здравствует смекалка. Во время готовки легко отвлечься. Так, чуть не забыла. Но потеря внимания может дорогого стоить. Особенно во время смешивания ингредиентов. Ух, мощный агрегат. Проверю пока инстаграм. Осторожно, Лиззи. Слишком поздно. Спасайся, кто может. Нужно было глядеть в миску, а не в смартфон. Ух, прямо в лицо. Однако тесто на лице это не то, что сейчас волнует Лиззи. Ах, какой ужас. Лиззи, я уже дома. А у меня для тебя сюрприз. Ты что, подралась с тортом? Как такое могло случиться? Ладно, беги в душ. Ничего ей доверить нельзя. Я и забыла о них. Как раз то, что сейчас нужно. Картонные тарелки могут спасти от кухонных аварий. Сделаем надрезы вот так. Проколем картон насквозь. Теперь возьмем венчики и вставим в прорези. Убедимся, что они закреплены и вставим обратно в миксер. И теперь нам не страшны никакие брызги. Разве не здорово? О, как ты классно придумала. Смотри, какие они аппетитные. Теперь мы можем печь хоть каждый день. На вкус тоже изумительно. Я просто не могу в это поверить. О, он такой неряха. Невероятно. Идите к папочке, чипсы. Джейк, перестань. Убери оттуда руки. Ох, посмотри, что ты надел своими ручищами. С меня хватит. Окей, ну и ладно. Надо сделать так, чтобы Джейк прекратил ломать чипсы. Возьму пустую банку и прорежу длинное узкое отверстие. Теперь возьму крышку и клеевой пистолет. И налью в крышку горячий клей. Пока он не застыл, возьму палочку и воткну ее в середину. Отлично, пусть застывает. Мне нужна прозрачная пленка из-под крышки. Добавлю немного клея. Хватит полосочки посередине. А теперь приклею палочку к пленке. Идеально. Следующий шаг. Просуну пленку в отверстие в банке. Разверну и передвину к самому дну. Пора вернуть чипсы на место. Готово! Ммм, даже пальцы облизывать вкусно. Ты принесла еще? Стой! Не лезь руками внутрь. Я кое-что переделала. Просто потяни наверх. Кейт, да ты волшебница! Знаю, знаю. Угощайся. Спасибо. А ты хочешь чипсов, Кейт? С удовольствием. И возвращаемся к фильму. Ох, Мишка, какой страшный фильм. Боже мой! Даже не знаю, может тебе не стоит такое смотреть? Ох, на пустой желудок воспринимается еще хуже. Но йогурт должен помочь. Есть! Посиди рядом, Мишка. Ох, мой любимый вкус. Погодите-ка. Я забыла на кухне ложку. Может, пальцем получится? Нет. Фу! Придется идти за ложкой. Приветик! Там монстр! Спаси меня, Мишка! Ох, что-то мягонькое. Забираю. А-а-а! Теперь у меня нет ни Мишки, ни ложки. А есть-то хочется. Я не наемся, если просто облежу крышку. Ох, у меня появилась идея! Сложу крышку пополам. Теперь разверну. Возьму одну половинку и согну ее к центру. Повторю то же самое для второй стороны. И подогну этот кончик. Хорошенько проглажу. И ложка готова! Как круто получилось! Пора взяться за йогурт. Да! Так вкусно! И еще ложечку. И последнюю. Хм, интересно, а монстр все еще там? Да! О, йогурт! Лови! Мишка, я так по тебе соскучилась! Бу! Что это? Надо приготовить ужин? Мама уже идет! Думай, Лиззи, думай! Может сделать макароны? Здесь они приготовятся быстро! Возьмите кружку, насыпьте в нее макарон и налейте воды. А затем поставьте в микроволновку. Давай же, быстрее! Ты можешь поторопиться? Ммм, довольно горячо! Они приготовились! Добавьте немного молока и любимого сыра. Горячие макароны все расплавят. Выглядит вкусно! Супер-быстрые макароны с сыром! Привет, мам! Сырная паста, как я люблю! Выглядит аппетитно, дорогая! И чудесно на вкус! Учусь у лучших! Приятного аппетита, леди! Надеюсь, все любят чипсы. Этого должно хватить. Первый гость! Бегу! Мы готовы тусить! Пришло столько людей! Не берите все сразу, ребята! Ох, они разорили стол с едой! Поверить не могу! Ни крошки не осталось! Руины когда-то из обильного стола! Они выглядят голодными! Нет! Эй! Вы что, не обидали? Вау! Я еле выбралась живой! Чем же их накормить? Как насчет этого? О! Я их упустила! Но что если... Сделать из них вафли? Выглядит мило, да? Поместите палочки в каждую секцию, чтобы было за что держаться. Через пару минут конфетные вафли! Великолепно! Ладно, ребята, только не кусайте! Все еще голодны? Выглядит классно, да? Похоже, тусовочные зомби одобряют! Ох, и даже мне осталось! Ням! Отличная получилась вечеринка! Тебе стоит этим зарабатывать! Думаешь? О, нет! Кола пролилась! Ох, тут будет липко! Не волнуйся, я приберу! Стойте! Я знаю, что делать! Эх! Этот крепыш спасет день! Есть большой арбуз? Поставьте его и аккуратно опустошите! Затем воткните ему в бок кран! Да, около дна! А затем налейте внутрь любимый напиток! Два литра тут точно уместятся! Мило! Все готово! Похоже, вы, ребята, хотите пить? Наполним стаканчики! Сначала я! Зачем бутылки, если есть фрукты? Это практично и выглядит замечательно! Каждому достанется! За арбузы! Как жаль, что я не могу никуда выйти! Не вовремя я ногу вывихнула! Ладно, чипсы помогут мне скоротать время! Ой, они такие соленые! О, моя кола! И она еще прохладная! Ну почему она так далеко? Ну уж, мне нужен всего один глоток! Как же мне решить проблему? О, я забыла об этих соломинках! Пожалуй, сделаю один приборчик! Должно сработать! Еще пара соломинок! И есть контакт! Теперь можно пить! Это мечта любого лентяя! Как здорово смотреть кино с друзьями! Особенно, когда хватает попкорна! Эээ, вот! Что, теперь мне идти за добавкой? Пусть Кевин пойдет! Кевин, ты так хорошо сегодня выглядишь! Ладно, понял! Нужна новая порция! Пропущу свою любимую часть! Что это? Нет! Мне нужно вот это! Эй! Что случилось с микроволновкой? И что мне теперь делать? Может, может, еще что-нибудь вкусное осталось? Ха! А у меня идея! Чтобы приготовить вкусный попкорн в сковороде, смешайте карамель и кукурузные зерна. А теперь расслабьтесь и наслаждайтесь зрелищем! У вас получится совершенно новый десерт! Когда зерна начнут лопаться, вы поймете, что попкорн почти готов! Миска уже остыла? Тогда переверните ее! Круто, правда? Все еще ждете добавки? Налетайте! Эээ, Кевин! Привет! Молоко в холодильнике! Но то, что оно прохладное, не означает, что оно не скисло! Фу! Отвратительный вкус! Все настолько плохо? О, да! Можешь мне поверить! Я сбегаю в магазин, ладно? Я тут купила кое-каких продуктов! И проверила все сроки годности на этикетках! Вот это правильный вкус молока! О! Подожди секундочку! Если не хочешь, чтобы молоко испортилось, добавь в него немного соли! Вот так! Какой странный способ! Вики, ты меня потом поблагодаришь! Ладно, пошли! Пора позавтракать! Ну как, не скисло? Со вкусом все в порядке! Спасибо, Лани, за этот трюк! Если резать лук так просто! Почему я каждый раз плачу? Мои глаза! Они совершенно беззащитны! Ага! У меня получится! Нет, не получится! Ммм, как же вкусно! Это Вики там плачет? Что случилось? Хлеб поможет тебе справиться! Оказывается, хлеб во рту помогает избавиться от луковой грусти! Видишь? Никаких слез! Это чудо! Не зря мы любим углеводы! О, как много печенья я напекла! Вики, смотри, сколько автографов я собрал! Можно мне одно? О, нет! Не могу дышать! О, спасибо! Хэй, поаккуратнее! Кевин, ну почему после тебя всегда бардак? Ничего, я сделаю этот стакан непротекаемым! Вот так! Что думаешь об этом, Кевин? Умно, верно? Круто! Оливия, тебе точно стоит это попробовать! Ой, мне пора! Мой вишневый пирог готов! Ммм, как же вкусно пахнет! Кевин, я же пирог испекла! Да ты только понюхай! О, да! Нет! Ненавижу, когда такое происходит! Ну же, давай! Так не пойдет! Жаль, у меня нет ножа для пиццы! Почти! Ну же! Вау! Не знала, что я такая сильная! Но, возможно, это именно то, что нам нужно! Мне в голову пришла идея! Возьмите вот такие ножницы и нанесите горячий клей на одну из лезвий! Затем приклейте к нему лопаточку! Дайте клею подсохнуть! А теперь приготовьтесь к магии! Начинка остается на месте! Первый кусочек пошел! Обожаю тебя, любимая пицца! А ты хочешь попробовать? Хм, оказывается, мексиканскую кухню так сложно готовить! Но ведь главное — передать дух, верно? Немного странно, но если тебе так удобнее, Вики! И после того, как ты закончишь танцевать, перейдем к соусу гуакамоле! Авокадо у меня здесь! Ага, похоже, все ингредиенты на месте! Да, у меня будут самые вкусные начос на свете! Секундочку! София будет дома уже через пять минут! Я могу не успеть все приготовить! Может, есть более быстрый способ? О, такой пакетик подойдет! То, что нужно! Положите в пакет все ингредиенты для гуакамоле. Затем плотно его закройте. А теперь самое веселое! Давите ингредиенты пальцами. Так, чтобы получилось однородное пюре. Затем протолкните соус на дно пакетика. И вместо того, чтобы открывать замочек, отрежьте у пакетика уголок. Так вы не испачкаетесь, когда будете переливать гуакамоле в соусницу. Приступим! Секундочку! Так-то лучше! Ммм, так вкусно! Это София? Пойду приглашу ее на фиесту. Здорово, что по дороге домой я купила свои любимые хот-доги! О, Вики, что это у тебя там? Хот-дог? Нет, я их не очень люблю. Но я голодна. Чем бы пообедать? Курицей? Или, может, тако? Нет, я их уже вчера ела. О, блинчики! То, что нужно! Вики, у тебя кетчуп заканчивается? Так, ладно, наливаю тесто. Пожалуй, сделаю один большой блин. Упс, мимо. Ммм, симпатичный ком из первого блина получился. Серьезно, ты все еще пытаешься достать оттуда остатки кетчупа? Минуточку, мне в голову пришла отличная идея. Помойте бутылку из-под кетчупа, чтобы внутри ничего не осталось. Затем залейте в нее блинное тесто. Столько, сколько блинов вы собираетесь пожарить. Да, София хочет много блинчиков. Закрутите крышку. Готово! Теперь тесто не будет литься на плиту, и вы без проблем сможете его регулировать. Ого, это будет большой блинчик! А теперь перевернем. Отлично! И вот уже у вас готова стопка вкуснейших блинчиков. София, неужели ты все сама съешь? Вики, хочешь? Я много нажарила. Редактор субтитров А.Семкин